Знаешь, Саш, упрямо, упрямо не хочу взрослеть. Вот периодически вспоминаю, сколько мне лет, и думаю, да, конечно, столько еще впереди, но столько уже позади, что задумываешься. А мне кажется, что с каждым годом, наоборот, каждый год нужно ценить, понимать его прелесть, осознавать, что ты становишься все мудрее, все взрослее, и ничего в этом плохого нет. Но главное, друзья, сердцем не стареть. Кстати, об этом и не только поговорим с нашим гостем, который уже ждет нас в нашей, ну скажем, гостевой и вполне себе уютной студии. Вообще, ты знаешь, да, что люди пожилого возраста требуют специального подхода, специального ухода, а главное, что и лечить их нужно по-особенному. Безусловно, потому что с возрастом мир воспринимаешь немножко иначе, и в этом тоже ничего плохого нет. Доброе утро. Поговорим с нашим гостем. Игорь Лукьянов, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Здравствуйте. Доброе утро. Насколько мне известно, у вас сейчас проходит специальная программа, причем программа обучения молодых специалистов по работе с людьми пожилого возраста. Как называется, что это вообще, если можно подробнее? Да, у нас сейчас проходит обучение. Обучение у нас проводит Российский генетологический научно-клинический центр, город Москва. На базе нашего госпиталя обучаются врачи. На сегодняшний день это около 17 человек. Те врачи, которые будут организовывать работу первичного звена по работе с пожилыми людьми геронтологического возраста. Те люди, которые будут создавать кабинеты у себя в городах и районах. И те люди, которые будут первыми встречаться с этими пациентами, которым требуется помощь, которым требуется профилактика, которым требуется обучение. И сейчас на базе нашего госпиталя проходит эта учеба. Она очень серьезная. Приезжают специалисты различного профиля, читают лекции, идет вебинарное прослушивание. Очень важная ситуация – организовать работу так, чтобы первичное звено было очень доступно. И вот сейчас формируется именно та структура, которая будет объединять и организовывать работу, приближаясь к пациенту. Вы сказали 17 человек. Это 17 ребят, которые останутся на полуострове потом или все-таки разъедутся по другим городам страны? Нет, это те люди, которые будут работать именно в городах и районах Крыма. Это, ну, на сегодняшний день у нас в госпитале организован центр с 3 июня, геронатологический центр, который является научно-организационной методической базой для организации работы по всему полуострову. И вот в рамках этой подготовки, организации структуры, подготовки структуры геронатологической помощи у нас в Крыму, и как раз проводится эта учеба, надо подготовить врачей-специалистов, которые организуют работу на местах. До конца года планируется открытие около 21 кабинета по всем регионам Крыма, и эта структура даст возможность именно оказывать помощь в том объеме, в том качестве, которым необходимо. Геронатология – это целая дисциплина, насколько я понимаю, деле. У нее есть свои нюансы и вот сложности, особенности. Чему именно обучают специалистов, да? Возможно, пожилые люди требуют специального ухода или… Да, безусловно. К сожалению, обучение студентов в медицинских вузах очень часто упускается в этот момент именно индивидуального подхода к пожилому человеку. И вот формируется система понимания оказания помощи пожилым людям. Она очень индивидуальна. Я вот когда начинался курс, общался с врачами, которые пришли. Это врачи в основном были терапевты, общей практики. И когда общался с ними, я объяснял и говорил, что вот когда вы закончите обучение, ваше понимание как врача полностью изменится. То есть вы поменяете вообще понимание и структуру и подход к лечению пожилых людей. Это очень индивидуальная программа. И это должен знать, ну не только геронтолог-геронтолог, это должен знать и терапевт первичного звена, и терапевт в стационаре. И структура, она, ну очень часто даже задача врача не назначить лекарство геронтолога, а отменить его, чтобы этот препарат не принимал, который можно заменить другими. У пожилых людей особенности обмена веществ, особенности психологические, психоэмоциональные. Они очень важны, их надо учитывать. И вот для этого существует так называемая комплексная геронтологическая оценка, которая позволяет оценить пациента, выявить факторы риска. Очень важный фактор риска – это фактор риска падения человека, чтобы человек просто не упал. Потому что человек, который упадет в пожилом возрасте, это, ну, их еще называют хрупкими людьми, может привести к серьезным травмам, что очень плохо может сказаться на продолжительности жизни. И вот очень важна профилактика. Профилактика, ну, одно из звеньев – это профилактика падений. Ну, и различные другие моменты. И вот оценить эту ситуацию, понять, как разработать ту революционную или индивидуальную программу для пациента, вот должен врач-гериатор. Поэтому вот обучение происходит, формируется такая структура, и понимание врачей, которые приходят уже в эти кабинеты, будет отличаться. И даже они будут спорить потом с врачами других специальностей, которые будут заставлять и говорить, надо работать по стандартам. Но очень важная составляющая врача-гериатора – это лечить не болезнь, а больного. Это комплексный подход к пациенту. И вот этой комплексностью, вот этой вот задачей понять, оценить, вот это вот сейчас обучается и очень важная составляющая наших врачей-гериаторов. Тот подход, в котором так нуждаются люди преклонного возраста. Спасибо вам большое за беседу, за то, что вам рассказали, что такое обучение проходит у нас на полуострове. Это очень здорово. Да, совершенно верно. У нас в гостях, напоминаю, был Лукьянов Игорь, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Ну и совершенно верно. Как в свое время появилась специальность педиатр, врач, который работает непосредственно с детьми, так сейчас появляются и доктора, которые уделяют свое внимание людям пожилого возраста. Все бежит, времена меняются и вместе с ними развивается и наука. Но знаменательные важные события происходили в течение и на протяжении всей истории человечества. И специально об этом наша следующая рубрика.